Сдать точно в срок. Председатель правительства республики проинспектировал реконструкцию московского моста и строительство транспортной развязки по улице Фучика в столице республики. Какие возникают проблемы и соблюдают ли подрядчики свои обязательства, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Реконструкция московского моста ведется по графику и пока от намеченных сроков строители не отстают. Технология непростая, подрядчикам пришлось демонтировать ливневку и водопроводные сети на театральной набережной. Сейчас вдоль залива проложено так называемое свайное поле. Именно в него уже весной установят опоры из монолита. Начинается самый сложный этап работ, но подрядчики уверяют, рассчитали все до мелочей. Четыре пролета будет, так ли? Четыре пролета, да. Первый этап – это опора номер 3-3-5, второй – 5-7. То есть это севидение, да? Идет, да, с этого края и сначала промежуточные опоры, идет пролетное строение, а потом уже пронее. Новый шестиполосный мост возводят поэтапно. До конца этого года подрядчики намерены сдать первую очередь объекта. Вторую построят на месте старого моста. В перспективе его полностью демонтируют. Средства на реализацию масштабного проекта выделяются в рамках программы подготовки к юбилейным датам. Правда, из-за непростой ситуации в экономике были уменьшены лимиты финансирования работ. Здесь есть определенная нехватка средств. В районе 200, где-то мы 250 миллионов оцениваем. Это будут или дополнительные средства за счет Дорожного фонда республики и, соответственно, бюджета города. Но то, что планируется, мы в полном объеме получаем. И я хочу подчеркнуть, здесь вопросов с нашей стороны к Росавтодору никаких не может быть. Всего два региона были не секвестированы. Это Чувашия и Татарстан в рамках того распоряжения, которое рассмотрено на трехсторонней комиссии. И сегодня внесено в правительство. То есть каких-то дополнительных средств с учетом дефицита и федерального бюджета не планируется. А тот объем, который первоначально был согласован, в полном объеме у нас сохранен. Уже этим летом необходимо сдать транспортную развязку по улице Фучика. Правда, пока работы на этом объекте буксуют. В чем причина отставания от сроков, Иван Моторин пытался выяснить долго. Сначала руководители компании СУОР жаловались на обводненный грунт и нехватку песка. Другие подрядчики как-то находят. Амазонию же мы строим, завозят. 15 тысяч кубок нашли заездники. Мы 200 тысяч нашли. Вы найдите нам, пожалуйста, оставшиеся 20 тысяч. Какое решение по данному вопросу? По данному вопросу мы два раза уже у Владыкова собрались. Владимир Георгиевич опять так знает. Мы считаем, должен он помочь своих объектов. У него маленькая линия. Надо решить, если какие-то дополнительные методы, мы готовы рассмотреть. До сих пор не перенесены коммунальные сети. Возникают проблемы и с документами, и с проектом. Сейчас в него вносят коррективы. Решить вопросы, из-за которых сейчас простаивают работы, необходимы в сжатые сроки, отметил премьер. Средства на объект, на данном объекте, в отличие от моста, в полном объеме есть. Республиканские они уже распределены. То есть, стал вопрос просто довести их до города и уже провести оплату за выполненную работу. Ну, организовать техническую работу. Все силы, мне кажется, у подрядной организации есть. Нужно снять вот эти споры, склоки, которые преследуют этот объект с прошлого года, и начать работать слаженно. Если все пойдет по плану, то развязка будет открыта уже до дня республики. Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика.